Подготовка к национальному финалу детского конкурса Евровидения выходит на финишную прямую. Нам осталось представить вам еще одного участника, который выйдет под номером 10. 26 августа Александр Миненок. У нас в гостях его преподаватель по вокалу Татьяна Трухан. Доброе утро. Таня, Саша, доброе утро. Доброе утро. Ну скажите, вот как, что это такое подготовка к музыкальной битве в пятницу? Вот что происходит? Ты ешь специальные продукты, ты не играешь с мальчиками в футбол, ты не ходишь в кино или что происходит? Нет, конечно же, в футбол я не играю, потому что если вдруг я что-то за себя снимаю... Пока что нужно держаться в режиму. Поэтому пока что у меня такой режим, как у спортсмена. Да, да, да. Как у спортсмена-олимпийца. Татьяна, как вы следите со своим подопечным? Здесь, конечно, за пять дней до Евровидения, до отбора, конечно, здесь голосовой режим в первую очередь. Ну и вообще в целом режим, конечно, то есть немножко пораньше всегда нужно стараться поспать, лечь. Но вот, конечно, если говорить о голосовом режиме, любая репетиция, даже как бы у нас не шли активно наши съемки, концерты, никогда у нас репетиция не начиналась без распевки. То есть распевка – это первостепенно дыхательные упражнения. Это залог здоровья, в первую очередь голосовых связок. Да, занятие у нас идет больше двух часов, потому что час мы распылаемся. Каждый день? Да, мы каждый день сейчас репетируем. С какого времени начинаются ваши занятия? Как говорят, правда это, что говорят, голос утром еще спит? Да, он спит, нужно примерно в час где-то начинать заниматься. А как мы с тобой в шесть утра уже соловей? А это у нас такое время, завременное время, конечно, это немножко попозже, да, дневное время, даже, может быть, к вечернему поближе. Конечно, утром вокалисты все спят. Ну и как, Александр, готов? Вот готов уже? Да, вполне. Так, сначала, да, Саша, ты сначала скажи. Я вполне готов, я ко всему готов. Татьяна, теперь. Я полностью согласна, я Сашу, конечно, во всем поддерживаю, и мы работаем, на самом деле, очень активно, очень благотворно, на мой взгляд. И я думаю, что у нас номер, так сказать, боевой готовности. Послушайте, ну я хочу сказать, что в копилке у Саши уже есть награды. Не темная лошадка, Саша, детская новая волна, ничего себе конкурс, конкурс, молодые таланты Беларуси, стажировка в Академии Игоря Крутого. То есть уже ты никак не начинающий исполнитель. Поэтому уже вот мы видим на экране твои выступления, яркие очень глаза у тебя, удивительные, синевые небесные Беларуси, так сказать, этим будем брать в том числе. А что, надо все использовать? Что за песня, расскажите? Песня «Музыка моих побед», где я буду петь о том, что я ищу в стилях себя музыки. И только тогда, когда я найду себя в стиль свой, только тогда и будет музыка моих побед. На мой взгляд, вообще песня написана исключительно для Саши, она ему подходит на все 100%, потому что, на самом деле, Саша без музыки, в принципе, жить не может. А Серега в наушниках? Конечно, Саша всегда в наушниках, каждая минута его наполнена музыкой. Ну-ка, давайте-ка расскажите, что у себя в наушниках играет? Честно, больше играет «Блэк Стар». На этом мы прощаемся. Я думал, сейчас начнется «Моцарт», «Вивальди» у нас там. Также много звезд Джастин Бибер, Джастин Тиберлэйк, из русских это Сергей Лазарев, Дима Билан, Денис Людинский, группа «Давильничек». Да, Лиса Повал, я тебе рекомендую. Хорошо. Саша не знаю, такой групп. Конечно. «Владимирский централ», «Ветер северный». Это нет, это круг, это не Лиса Повал. Ты совсем не знаешь музыки. Хорошо. Да, и еще вот такой вопрос. Слышали ли вы других финалистов? Ну, мы больше сосредоточены на своем выступлении. Но других-то послушать тоже хочется? Да, конечно же. Я могу сказать, что я как педагог по вокалу, конечно же, я знакома с творчеством остальных ребят. Потому что они тоже очень активно себя проявляли все время на международных, на республиканских конкурсах. Поэтому здесь могу сказать, что я знаю профессиональный уровень этих ребят, знакома, конечно, с их песнями. Но всегда и Сашу настраиваю на то, чтобы он готовился к своему успешному выступлению. Ни в коем случае конкуренцию нездоровую мы не создаем. Скорее, это просто нацеленность на хорошее, отличное, стопроцентное выступление. Сейчас на сцене Александр Мененок с песней «Музыка моих побед». Каждый стук бит, каждый звук хит. Мир без музыки и ритма был забыт. Это мой путь, в этом вся суть. Разобрать судьбу по нотам и рискнуть. В мире звуковых схем, где нет немых сцен, я хочу оставить свой след. Не важно, фанк, рок-банк, рэйк и хим-хоп. Рэп, я, сука, ты или поп. Мой ход с трех ноту, как отяк бед. И найти от каждой музыку своих побед. Каждый мой шаг с мыслями в такт. На вершину мира подниму свой флаг. Это мой путь, в этом вся суть. Разобрать судьбу по нотам и рискнуть. В мире звуковых схем, где нет немых сцен, я хочу оставить свой след. Не важно, фанк, рок-банк, рэйк и хим-хоп. Рэп, я, сука, ты или поп. Мой ход с трех ноту, гадать ответ. И найти от каждой музыку своих побед. Это флаг, это рок, это мой свет. Бросил вызов в тишине, снова рассвет. Это фанк, это фанк, это мой свет. Не сомкнул ни разу глаз, снова рассвет. Это джаз, это танц, это мой свет. Бросил вызов в тишине, снова рассвет. Не важно, фанк, рок-банк, рэйк и хим-хоп. Рэп, я, сука, ты или поп. Мой ход с трех ноту, гадать ответ. И найти однажды музыку своих побед. Победь, победь, победь. Е-э-э, музыку своих побед. Отличная история, Александр Миненок. Выступит 26 августа. В 22.00 прямая трансляция на Беларусь-1. Выступит под номером 10 с песней «Музыка моих побед». Вот так вот. Спасибо, Саша. Удачи, ни пуха, ни пера. И знаете, что приятно? Вот каждый раз, вот какие все-таки у нас дети. И каждый раз, когда у нас было три или четыре, да, ребята уже, и каждый раз мне кажется, ой, ну, наверное, этот победит. Вот теперь, наверное, этот победит. Вот, знаешь, вот прям какая конкуренция, какие дети. Спасибо, Саша, это было прекрасно.